А теперь обо всем по порядку. До 15-го форума межрегионального сотрудничества осталось 8 дней. То, что Петропавловск будет принимать гостей в важной исторической встрече, стало известно еще два года назад. Все это время город менялся на глазах. О масштабной работе по благоустройству областного центра расскажет Кристина Горбаченко. В Петропавловске в этом году отремонтировали порядка 17 километров дорог. Второй год идет реконструкция освещения. На 12 улицах появились 3500 энергосберегающих современных фонарей. Обновлены и отремонтированы фасады зданий. Кроме того, идет большая стройка. В октябре открыли теннисный центр, где можно проводить соревнования международного уровня. А через две недели распахнет свои двери и дворец школьников с первым в Казахстане IT-центром. Вся эта работа, конечно же, проводится в первую очередь для того, чтобы усилить наш туристический инвестиционный потенциал. И, конечно же, для того, чтобы создать комфортные условия для проживания наших горожан. Проведение в ноябре этого года форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, несомненно, дало огромный импульс в развитии нашего областного центра. И наша задача, чтобы данная работа была продолжена и в следующем году. Также в областном центре уделили внимание благоустройству дворов. В этом году положили новый асфальт, установили 45 современных детских игровых площадок в 110 дворах города. Также мы в рамках данной работы развиваем доступную спортивную инфраструктуру. В этом году мы довели количество мини-футбольных полей с искусственным покрытием в городе до 73. До 36 мы установили во дворах многофункциональные тренажерные комплексы. Отметим, что сегодня все объекты Петропавловска, в том числе гостиницы, которые должны принять делегата форума, готовы на 100%. Кристина Горбаченко, Рустам Тлеужанов, Новости МТРК.